Задача вполне конкретная. Не меньше медалей, чем в Баку. Александр Лукашенко сегодня участвует в заседании исполкома Национального олимпийского комитета. Один из ключевых вопросов – финальный этап подготовки Беларуси ко вторым европейским играм. До знаковых соревнований остается чуть более 60 дней. Оно станет важнейшим общественно-политическим событием в истории суверенной Беларуси. Поэтому задача не только провести игры на самом высоком уровне, но и показать, что в стране созданы комфортные условия для жизни и самореализации каждого человека. Оргкомитет игр возглавляет премьер-министр и, как доложил Сергей Румас, спортивные объекты уже готовы принять атлетов и зрителей. На всех аренах и площадках сейчас идут тестовые соревнования. Другой ключевой вопрос – готовность наших спортсменов. От них на играх ждут достойного результата. Медальные планы на игры публично не озвучивались. Тем не менее, задача стоит конкретно. Не меньше, чем в Баку. Мы соревнуемся дома, на своих аренах, при родной публике. Поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих играх плохо. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу и нацеливайте на победы. И мы это можем. И последний чемпионат Европы по тяжелой атлетике показал, что мы не просто можем, а мы можем на равных сражаться с ведущими державами нашей планеты. Есть и обратный пример. Наш биатлон. Деньги потратили немалые. А что он показал, вы тоже знаете. То же самое Сергей Николаевич футбол, то же самое хоккей. Серьезно придется подумать. Но это разговор после чемпионата мира в той группе, в которую мы с вами свалились. В частности, хоккеисты. По биатлону мы еще разберемся и по другим зимним видам спорта. Надо иметь в виду, что медали – это не только спортивный результат. Это честь и слава Родине. Президент также требует рационально использовать закупаемое оборудование и новую инфраструктуру уже после завершения вторых европейских игр. Что касается самого НОКа, он занимает особое место в развитии спорта. Однако, как отметил президент, в последнее время структура сбавила обороты. Есть проблемы в отношениях с федерациями. Задача – сделать НОК центром притяжения для спортсменов и тренеров. Теперь это сфера ответственности помощника президента по национальной безопасности. Именно Виктор Лукашенко утвержден сегодня исполняющим обязанности первого вице-президента НОКа.